Бешеные скорости, драйв и спортивный дух. В Нарьинмаре прошли очередные соревнования по снегоходному кроссу на Кубок Героя Советского Союза, Героя России Артура Челенгарова. 24-е гонки проводились в центре отдыха Большуха. На трассу вышли 54 спортсмена. О том, кто стал победителем, расскажет Ольга Русул. Отборочные заезды стартовали еще в 10 утра. Спортсмены знакомятся с трассой и определяют тех, кто выйдет в финал. В 11 часов начинается торжественное открытие спортивного праздника. Звучат напутственные слова от первых лиц округа. У нас уже была традиция, что эти гонки ознаменуют в Нарьинмаре приход весны. В этом году весна настолько старалась, что пришла намного раньше, и нам даже пришлось поменять из-за этого место проведение. Надеюсь, что вам всем понравится. Мы старались, чтобы и здесь всем было очень комфортно, и очень была хорошая возможность с семьей, с детьми провести сегодняшний день и получить удовольствие. Вчера Артур Николаевич звонил. Он, к сожалению, не смог всего разных обстоятельств присутствовать, но сказал, что он всегда в Нарьинмаре, всегда душой с округом и всегда со всеми нами. Сегодня мы открываем наше соревнование на новой трассе. Пусть она будет благосклонной, чтобы не утром, а всем гостям, жителям города Нарьинмара радости, удовольствия. С началом спортивного праздника гонщиков и болельщиков поздравил и генеральный директор общества «Лукоил Коми» Александр Голованев. Напомним, что с 2017 года компания «Лукоил» выступает генеральным партнером праздника. Компания «Лукоил», конечно же, с удовольствием рада и дальше поддерживает развитие этого бренда, который пропагандирует здоровый активный образ жизни, пропагандирует спорт, да и просто создает отличное настроение жителям региона. Сразу после церемонии открытия соревнований стартует первый почетный заезд, посвященный 75-летию победы, Великой Отечественной войне и Году памяти и славы. Вместе с участниками соревнований на трассу вышли глава региона Александр Цибульский, председатель окружного парламента Александр Лутовинов, депутат Госдумы Сергей Коткин, главный федеральный инспектор по Ненецкому округу Кирилл Шимко и руководителя компании недропользователей. Мне показалось непростой. Я, конечно, не профессионал, не часто участвую в соревнованиях по снегоходным гонкам, но мне показалось, что надо быть аккуратным всем. Первыми на старт гонок «Буран Дэй-2020» традиционно выходят женщины. Старт этому заезду дает Александр Цибульский. И, опережая события, скажем, самой быстрой из девяти участниц этих гонок стала жительница деревни Антик Любовь Балакшина. В финальном заезде по итогам отборочного этапа в классе «Буран» принимали участие 17 спортсменов из 29 заявившихся. Победителем стал житель Наринмара Дмитрий Ванюта. По словам спортсмена, он 11 лет участвует в гонках, но победителем стал впервые. Скажите, как впечатления? Впечатления вообще незабываемые. Я не понимаю, что с вами происходит. Эмоции на шкале. Вы первый раз участвуете? Нет, я уже 11 лет. И победа у вас первый раз? Первое место, да, первый раз. Как вы думаете, что поспособствовало тому, что вы заняли первое место? Не знаю, я вообще не понимаю, как я вообще занял это первое место. Буквально я 4 дня назад заболел и болею до сих пор. Учения моего сил нет. Я ехал просто. Я просто ехал, как надо. В свободном заезде первым стал житель Тельвиски Владимир Кудряшов среди ветеранов. Лучшим стал житель Макарова Василий Попов. Кроме того, для зрителей спортивного праздника была предусмотрена культурная программа. Со сцены выступали местные творческие коллективы и приглашенные гости команды КВН «Уездный город». Я считаю, что самое крутое было вот первый круг почета. Остальное мы не успели. Мне понравились женские гонки. Я такого не видел никогда. Вообще-то, конечно, мне кажется, мужское такое развлечение. Потому что при морозе и ехать на открытой мототехнике, это, конечно, развлечение для мужчин. И то, что в нем участвуют женщины, это значит, что на севере женщины, они очень крутые. Причем мне чем понравилось, мужчины ехали молча все на снегоходе, а когда ехали женщины, по трассе прям было слышно. На территории праздника была организована развлекательная программа для детей и взрослых. Катание на лошадях, выставка продажи ненецких сувениров и фотосессия в исторических костюмах. Центр развития бизнеса развернул палатку с товарами местных производителей, а также ресторанный дворик и многое другое. В завершение спортивного праздника «Буран Дэй» состоялось награждение победителей и призеров. Все участники соревнований получили в качестве награды денежные призы, дипломы участников. Победителям гонок были вручены переходящие кубки соревнований по снегоходному кроссу на приз Героя Советского Союза, Героя России Артура Челенгарова. На этом приятности не закончились. Представитель компании «Руслайн» Елена Боровикова наградила победителей заездов кросса на снегоходах «Буран Дэй» сертификатами. Победительница женского заезда «Буран» получила сертификат на перелет в Екатеринбург и бесплатное проживание в пятизвездочной гостинице на двоих. А обладатели первых мест в мужских заездах – сертификаты на перелет по любому направлению авиакомпании «Руслайн» на две персоны с открытыми датами. Авиакомпания «Руслайн» не первый год сотрудничает с Ненецким автономным округом. Расширение маршрутной сети – наша ключевая задача. Так, после переговоров, которые состоялись с главой региона в середине февраля этого года, было принято решение о расширении географии полетов. И этим летом мы планируем открытие очень востребованного направления на Ринмар-Симферополь. Также совместно с Центром арктического туризма «Руслайн» запустил фотоконкурс в Инстаграм, победитель которого получит сертификат на бесплатный перелет. Остается добавить, что генеральным партнером спортивного праздника традиционно выступала компания «Лукойл» спонсорами «Общество за рубеж нефть добыча Харьяга» и акционерное общество ННК «Печора нефть». Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север».